СНЕЖНЫЙ КОРОЛЬ В этой линейке дуэльных игр это уже четвертый набор, совместимый, как обычно, со всеми прошлыми наборами. Пополнение другой популярной линейки — Звездной Империи Фронтир. Этот набор поддерживает сразу до четырех игроков одновременно, а в сочетании с базовой коробкой — до шести игроков. Кроме новых баз и кораблей, в игре появляется кооперативный режим. И хотя это не совсем новинка, но новость достойна упоминания. Переиздание получил классический Киркасон, теперь в новой коробке. Если у вас в коллекции еще нет этого нестарящего хита, самое время им обзавестись, он как раз появился на полках магазинов. Подробнее обо всей серии Киркасон можно посмотреть в отдельном видео на нашем канале. Форд. Быстрая карточная игра про покорение королевства. Здесь не нужно читать никаких буклетов правил. Просто берите коробку, хватайте друзей, и готовые колоды и карты сюжета сами расскажут вам, что происходит в игре и как захватывать форд. Вышла карточная версия хита «Энергосеть». Она сохраняет динамику, напряжение... ...и тематику своего старшего собрата. Игроки будут стараться построить самую успешную сеть энергостанций. Вырабатывайте энергию, торгуйтесь за самые интересные электростанции. И запомните, конкуренты обеспечат накал страстей. В стане детских игр тоже есть новинка — Луна Парк. Это быстрая семейная игра на постройку собственного парка развлечений. Важно не только правильно выбрать аттракционы, но и хорошо расположить их внутри своего парка. Издан последний сценарий из сюжетной ветки «Путь в каркозу» — «Туманная каркоза». Финал истории «Королев Желтым» уже на полках магазинов. А еще карточный ужас Архема пополнился отдельным сценарием — «Проклятие Ругару». Поискать оборотня в Новом Орлеане можно как в рамках ответвления сюжетной кампании, так и отдельной игровой сессии. В дальнейшем стоит ждать выпуска отдельного сценария «Carnival of Horrors» и цикла «The Forgotten Age» — «Забытый век». Следите за новостями. Раз уж мы плавно перешли к анонсам, то в Археме никогда не бывает спокойно. И действительно, разных новин по мирам Ктулху грядет много. Готовится к выходу ужас Архема — третья редакция. Помимо улучшения игровой механики, появлений небольших сюжетных развилок, есть еще и модульное игровое поле. Сама игра выбрала в себя некоторые элементы древнего ужаса, второй редакции особняков безумия и карточного ужаса Архема. Она постаралась взять в себя все лучшее, что было в последних играх по мирам Ктулху. В остальном, это все тот же хит, в который играют десятки тысяч людей по всему миру. Готовиться к локализации Архем Хоррор — Final Hour. Это отдельная игра, не входящая в другие игры серии. Зло все-таки прорвалось в наш мир, на этот раз на территории Мискотоникского университета, несмотря на все попытки сыщиков остановить его. И теперь у сыщиков осталось совсем немного времени для того, чтобы закрыть разлом и остановить кошмарных тварей, которые лезут через него на землю. Одна из интереснейших особенностей игры, несмотря на то, что Final Hour — это командное приключение, игроки здесь не могут обмениваться информацией о своих намерениях. В царящем хаосе единственный способ коммуникации между игроками — это карты приоритетов. Только они помогут вам скоординировать действия и понять намерения друг друга. Если это не удастся, то последний час Архема пробьет на ваших глазах. Втулху, смерть может умереть — еще одна грядущая новинка. На этот раз сыщики решили не просто остановить чудовищ, но и покончить с ними навсегда. Финальная цель каждой партии здесь — сразить древнего. В игру входит два набора древних и шесть наборов эпизодов. Комбинируя их, вы получите каждый раз новое приключение. Отдельно стоит отметить почти полсотни миниатюр, и все отлично выполнены. Плавно переходя к миниатюрам, обе вселенные Вархаммер ждут пополнения. Для Age of Sigmar выходит скирмеш-набор для быстрых сражений — War Cry. Он отлично подойдет как начинающим, так и опытным игрокам. В стартовый набор входят две готовые к сражению банды, дополнительные миниатюры тварей хаоса, которые могут появиться в битве, ландшафт, карты бойцов и способностей, кубики, игровое поле, жетоны, линейка, карты генерации миссий и полная книга правил. Также выйдут специальные бустеры для использования в игре уже существующих фракций R-Sigmar и ряд дополнительной продукции, в виде специальной сгибающейся линейки, карт-планов сражений или отдельного кейса для миниатюр. В мире Warhammer 40 000 тоже есть новости. Хотя эти новинки англоязычные, они однозначно стоят внимания. Во-первых, появились новые космодесантники — Primaris. Они крупнее, сильнее и быстрее своих собратьев. Теперь некоторые миниатюры, которые раньше можно было найти только в составе наборов, можно предзаказать отдельно. А еще можно предзаказать отдельный тактический военный костюм Invictor, рассчитанный специально на Primaris. Во-вторых, уделили отдельное внимание воздушным битвам в мире далекого будущего. Игра Аэронавтика Империалис рассказывает про сражения авиации. В наборе Winds of Vengeance — Крылья Возмездия — в бою сойдутся авиаторы, людей и орков. В этом наборе есть все необходимое для того, чтобы разыграть свои первые сражения за небеса вселенной Warhammer 40 000. Осень в мире варгеймов богата не только Вархамером. Еще одна культовая вселенная получит свежую локализацию. Базовый набор «Звездные войны. Легион» — это готовый старт для тех, кто хочет попробовать эту игру. 33 миниатюры — баррикады для создания укрытий, кубики, шаблоны передвижения, жетоны, карты отрядов и улучшений, карты командования и сражений, счетчик раундов и линейка. В правило входит подробная инструкция по сборке качественных миниатюр, среди которых есть как пехотинцы, так и техника. Не обойдется и без знаковых персонажей. Люк Скайуокер и, спойлер, его отец Дарт Вейдер тоже здесь. Переходим к другим жанрам и другим, но не менее любимым вселенным. Настольная ролевая игра по Ведьмаку выйдет на русском языке. Ведьмак, бард, краснолют или чародейка? Кем станете вы в этой игре? Путешествия по знакомым локациям и, конечно, сражения с чудовищами. Здесь есть все, чего вы ждете от игры по Ведьмаку. Ориентировочно релиз игры. Первой половине 2020 года. Тем временем, в стане уже вышедших ролевых игр тоже есть новости. Вовсю идут работы над локализацией Pathfinder 2.0. Прямо сейчас вы можете присоединиться к краудфандинговой компании на сайте CrowdRepublic и одним из первых получить основную книгу правил. В составе также планируется Conversion Guide. Руководство по переходу с первой на вторую редакцию правил. А если вам некогда ждать и вы уже вовсю играете в Pathfinder, напоминаем, что путеводитель по региону Внутреннего моря выйдет совсем скоро. Это 320 красочных страниц с иллюстрациями по народам, религии, истории, культуре, миру, артефактам и даже монстрам этого региона. Возвращаясь к карточным играм. Карточная игра Keyforge выйдет на русском языке. Она повествует о сражениях могущественных архонтов и их последователей на планете Кузне. В этой игре каждая колода уникальна и никогда не знаешь, с чем встретишься в следующий раз. В России выйдет третий выпуск World's Collide – Столкновение миров в виде делюкс стартовых наборов. В этой игре предыдущие издания не устаревают, а значит присоединиться к ней можно в любой момент. Ваша колода всегда будет актуальна. Все русскоязычные колоды также будут уникальны и у них не будет аналогов на других языках. Переходя к более традиционным видам игр, Солнечная долина – карточная игра. Это быстрая семейная настолка. В ходе партии игроки будут собирать в свою долину карты местности, так, чтобы собрать комбинации и набрать победные очки. Постаральные иллюстрации и динамичный процесс подойдут для любой компании. Громкая новинка по культовой вселенной Gravity Falls. Теперь и вы можете посетить одноименный городок. Но наслаждаться видами некогда. По округе шастают толпы чудовищ. Диппер, Мейбл, Зус, Венди и Стэнд под управлением игроков должны сплотить жителей, чтобы отразить угрозу. Но стоит поторопиться, ведь с каждым раундом недоверие жителей городка к игрокам растет. Релиз новинки назначен примерно на конец октября. Линейка Spyfall, находка для шпиона, пополнится выпуском с местом действий во вселенной DC. Смогут ли игроки вычислить притаившегося среди них Джокера? Бэт Пещера, редакция Daily Planet, Тимискира и Крепость Одиночества. Играть предстоит в знаковых локациях. А еще в игре появились карты суперсил и новые режимы. Детские игры тоже не останутся в стороне. Готовится к выходу Доктор Лисенок и Супер Ралли. Первая повествует о лечении милых лесных зверюшек. Механика игры завязана на бросках кубиков и грамотные оценки с шансом. Но за счет своей простоты она подойдет даже самым юным ветеринарам. Супер Ралли. Игра на развитие памяти и смекалки. Нужно правильно составить трассу из квадратов, чтобы именно ваша машинка первой пришла к финишу. Ну, а если ваши непоседы не могут дождаться свежих релизов, то смотрите нашу подборку детских игр на канале, чтобы знать, чем занять их уже сейчас. Все игры из этого и других выпусков вы всегда можете найти на сайте hobbygames.ru и в одноименных магазинах, среди которых, кстати, тоже есть пополнение. Новые магазины открылись в Киеве, Кирове, Новосибирске, Москве на метро Турской. И целых два новых магазина в Краснодаре. Готовится открытие еще одного магазина в Москве, в ТЦ Вегас на Каширской. И магазина в Новороссийске, Саратове, Твери, Коломне. Хорошие новости. Второй тираж специального выпуска Мира Фантастики, 100 главных фантастических книг, поступил в продажу. Если вы не успели заполучить это издание в первый раз, поторопитесь. Вышел регулярный сентябрьский номер Мира Фантастики. Большая часть его посвящена вселенной Вархаммер. Если вы с ней еще не сталкивались, посмотрите ознакомительное видео на нашем канале. На краудфандинговой платформе Крауд Репаблик готовится кампания по сбору средств на настольную ролевую игру по мотивам вселенной Shadowrun. Мир киберпанка ждет. Запущено второе дыхание для успешной кампании по сбору средств на локализацию книг по вселенной BattleTech. Сборы продлятся до 8 октября. А еще скоро, в октябре, запустится первая кампания по сбору средств на игру по вселенной BattleTech. Game of Armored Combat. Следите за новостями на сайте Крауд Репаблик. Вышли в продажу две повести по ужасу Архамма. Глубинные врата и Гнев пустоты. Как и всегда, в комплект входят промокарты для ужаса Архамма «Карточная игра». В октябре в Москве состоится два больших события, где можно поиграть в настольные игры. Comic-Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в Крокус Экспо. Фестиваль для всех поклонников поп-культуры. На нем будет бесплатная игротека от издательства Hobby World. Приходите, и мы с удовольствием поиграем с вами в настольные игры. Реликон пройдет 19 и 20 октября в ивент Холле Даниловский. Этот фестиваль настольных ролевых игр объединяет всех поклонников этого направления. Здесь можно научиться играть, набраться опыта или просто принять участие в приключениях. На этом все. Это был Семен Пыхтеев и канал Board Games Video. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. И долой осеннюю хандру. Скоро игрокон. Кончилось лето, наступила осень. А значит, в мире наактивных... В мире активных игр наступила настольная пора. Серьезно? Очень приятно на ощупь, как капустка. Конечная цель игры в этой... Конечная цель партии в этой игре. Попробуй, чулку попрой. Чулку попрой. Игра Age of Empires. Ну, конечно, конечно, Age of Empires. Что еще там может быть? Аэронавтика Imperialis. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы меня убедили, что спокойно это два, но не четыре. Вот это математика. Субтитры сделал DimaTorzok